Здравствуйте, друзья! Сегодня мы перепрофилируемся на топливные фильтры. Заказали мне экспертизу топливного фильтра на ООЛ-клубе KL83, компания MALI. Сделан этот топливный фильтр в Корее. Об этом говорит вот эта надпись. Made in Korea. Ставится этот топливный фильтр на модели Deo Matisse, Deo Lanos. Подозреваю, что, наверное, и Nexia, Opel Astra, Corsa, Omega. В общем, вот такие модели. Внизу вы увидите под роликом применяемость данного топливного фильтра. В целом, коробка качественная. Все как бы в порядке. Из интересного мы тут ничего особенно не видим, кроме вот этой применяемости с торца коробки. Альфа-Ромео, Фиат, Ягуар, ну и так далее. Вот. Перейдем непосредственно к топливному фильтру. Если я где-то в ролике скажу масляный фильтр, то вы уж не это, не обессудьте, привык. Значит, тут тоже продублировано, сделано в Корее. То есть, сомнений нет. Фильтр, скорее всего, действительно сделан в Корее. Мали, КАЭЛ-83. Указано направление подачи топлива. То есть, где вход, где выход. Внутри, как видите, все аккуратненько. Еще обратите внимание, достаточно толстый, толстое железо, из которого выполнен корпус. Вот такой вот штуцер. Все аккуратно, ровненько. В общем, выполнение, аккуратность на 5. Мали всегда так. Вот. И что мы видим внутри? Внутри мы видим такую вот фильтрующую катушку. Фильтрующая катушка, я бы даже и не сказал, что этот материал фильтрующий не от масляного фильтра, а от топливного. Единственное, но у масляного фильтра вот этот вот фильтрующий материал, он все-таки помягче. Здесь он такой какой-то дополнительной жесткости. То есть, он жесткий. Вот эти полосы не обращайте внимания. Это я пилил болгаркой данный фильтр. Вот. И задел немножко фильтрующий материал. Очень плотный, жесткий фильтрующий материал. Качественно все выполнено. Склеено. Обратите внимание. Есть немножко герметика, но не критично. Вот здесь. То есть, данный топливный фильтр вот такой системы. Бывает еще, вот допустим, у тойотовского оригинала. Листы вот так вот скручены плотно в такую вот трубку, да? Не трубку даже получается, а как рулон туалетной бумаги, к примеру. И топливо между, поступает между этими. Вот листами бумаги. И задерживаются там какие-то частички. Бензин. Частички загрязнений топлива. Вот здесь не так. Здесь получается. Поступление у нас идет вот так. Топливо. Ну так же принцип такой же, как у масляного. Заходит. И через вот эти вот шторы фильтруется. Фильтруется. И выходит здесь уже чисто. В принципе, такую систему я тоже видел. На дешевых корейских фильтрах. Ставил на машину. Много ходили. Они по 40 тысяч километров. У меня на тойоте, к примеру. Вот такой системы. Все было отлично. Никаких проблем. Задерживает он нормально. Топливо фильтрует нормально. Ну, больше тут сказать нечего. Сейчас я вскрою вот этот вот фильтрующий материал. Там попытаюсь как-то подлезть тоже. Разрезать. Померить площадь фильтрации. Чтобы для будущих, если вдруг будут скрывать что-то, для будущих сравнений с другими топливными фильтрами. Очень качественно. Все сделано. У Мали. Это традиция. Больше как бы тут сказать мне нечего. Считаю, что фильтрующий материал достойный. Крепкий. То есть на много тысяч километров. Не размокнет он в бензине. Тут все нормально. Ну, после вскрытия там еще покажу сам фильтрующий материал. Прикреплю к этому ролику другой. Поэтому не прощаюсь. Так, ну вот и в продолжение. Значит, вскрыл я этот топливный фильтр Малик АЛ-83. Попытался от основания оторвать. Там, правда, не подлезть было. Как видите, здесь у меня торец. В общем, по одной складочке оторвал. Фильтрующий материал, если, опять же, соотносительно с масляными фильтрами, он более жесткий. Такой плотненький, но тонкий. То есть нельзя его назвать толстым каким-то. Тоненький. На просвет, ну, поплотнее. Хотя, знаете, бывает и его масляную плотность. Ну, по площади видите, что для маленькой фильтрующей катушки, фильтрующего материала, это, в принципе, много. То есть, грызеемкость у него такая есть. Если сравнивать с топливными фильтрами, должна быть неплохая. Вот. Ну и все. Могу поставить оценку 5. Единственное, что сразу говорю, опыта у меня пока по топливным еще мало. Скажем так, опыт-то есть. С чем сравнить? Сравнить не с чем. Вот. Ну, пока предварительно ставлю данному масляному фильтру, топливному фильтру, пятерку. Считаю, качество все тут на высоте. Фильтрующий материал жесткий, во-первых. То есть, со временем не должен раскиснуть в бензине. Качественная проклейка фильтрующего материала. Очень трудно отрывается. Качественная штамповка внутри. В корпусе все качественно. Ну и в заключение, в общем-то, пятерка, считаю. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.